Цель вашей игры — собрать максимально возможный банк и уйти отсюда с деньгами. На канале у Шостуна появился прикольный формат. Четверо сидят, им раздают карточки с написанными суммами денег. И, значит, они должны сообщить, что у них в карточках, но могут соврать. И дальше идет голосование, кого выкинуть. Ну и как бы по идее выкинуть тот, кого выкидывают. Вот эти карточки с деньгами вместе с ним выкидываются. Все, они больше не используются. И, соответственно, надо нащупать, так как эти деньги впоследствии будут разыгрываться некоторым очень хитрым образом, именно о котором я и хочу поговорить, то надо постараться выкинуть кого-то, у кого мало денег. Но человек понимает, что если он, если у него мало денег, и если он скажет об этом правду, его выкинут, да, он может врать и называть, что у него много денег. Но тогда, даже если его не выкинут, ему придется после первого тура показать. Все показывают потом, что у них на самом деле было. И если он соврал в этом первом туре, то тогда, скорее всего, во втором его уже никто не поверит, и его могут выкинуть просто за то, что он соврал. Вот, поэтому, значит, первый вопрос интересный, как играть в начале, чтобы тебя не выгнали в первый же раз. Но если даже вы как-то вот умудрились, я про это еще скажу, но если вы даже умудрились вот в начале остаться, да, и вас уже трое, то здесь, по идее, нужно делать физиономию, такую, как бы, какое-нибудь такое каменное лицо и врать просто совершенно нагло. Единственное, что в этом случае надо помнить, что некоторые карточки остались в игре. И если, например, до вас дошел ход, и все, в принципе, должны помнить, что сумма там 13 тысяч рублей присутствует, а вы ее не назвали, назвали вместо этого 130 тысяч рублей, то, наверное, сразу все поймут, что вы убрете. Вот, это тоже, это тоже очень важный момент, не все, наверное, это понимают, но не суть. Хорошо, допустим, вот выгнали одного и другого, и остались двое. Дальше начинается у шестуна самое интересное. А именно, эти двое разыгрывают а-ля дилемму заключенного. Они играют в игру, где они должны сказать мне или нам, мое или общее. И все деньги, которые к тому времени они разыгрывают, там еще по некоторой хитрой схеме часть денег выкидывает, часть остается, ну, там бывает не очень маленькая сумма, сотни тысяч бывают вполне. Если Карлзи скажет мне, то Шастун радостно положит деньги себе в карман. Если я говорю мне, а мой партнер говорит нам, то я получаю всю сумму, а он получает ноль. Если наоборот, то я получаю ноль, а он всю сумму. Если каждый говорит нам, то молодцы, поделили сумму пополам. Что я, как теоретический игролик, хочу здесь сказать? И это действительно вариант дилеммы заключенного, и в ней три разных равновесия Нэша. Это некоторая смесь классической дилеммы заключенного и игры перекресток, где два несимметричных равновесия. В данном случае, как ни странно, ситуация мне-мне является устойчивой. Если ты точно знаешь, что он будет говорить мне, то, меняя свое решение, ты только ему подаришь вот эту большую сумму, но не себе. Поэтому равновесие вот это дурацкое. Есть равновесие хорошее, но в пользу одного. Есть равновесие плохое, в пользу, в смысле, хорошее равновесие в пользу другого. И есть шикарный исход, но он неравновесный. Если я представляю, что мой партнер напишет нам, то мне выгодно написать мне, чтобы забрать у него все оставшиеся деньги. Вот такая прикольная игра, и шастун заставляет в нее людей играть. Что бы делал я? Я бы с самого начала говорил вслух, что дорогие друзья, меня, пожалуйста, сохраните до конца. Ибо я всегда говорю нам, я не могу действовать иначе. Я не могу рисковать такой большой суммой. Я не хочу, чтобы она доставалась какому-то там ведущему. Вот, поэтому я обязательно напишу нам и вы, дорогой мой коллега и партнер, напишите мне, пожалуйста, пишите, берите все. Но если вам вдруг станет стыдно, то вы можете со мной после этого поделиться, просто прямо в эфире взять и поделиться. Вы все заберете. Я говорю нам, вы говорите мне. Мне невыгодно в этом случае говорить мне, потому что я и так, и так как бы получаю ноль. А в случае, если вы окажетесь хоть чуть-чуть честными, я еще и потеряю то, что вы мне передадите. Вот, ну и человек, узнав, что я такой вот копиратор, склонен к копирации, наверное, будет голосовать за меня, а не против на первых двух этапах. Ну вот в этом случае я буду надеяться дойти до конца. Хотя, конечно, бог его знает, как игра сложится на самом деле, если бы я в нее играл. Вот, еще есть другой способ, более такой наглый способ введения последних действий. Это наоборот, заявить, что я говорю мне и все, но я тебе обещаю, например, 20%. Вот ты говоришь нам, я говорю мне, давай так договоримся, но я тебе обещаю 20%, 100%. Вот я подписываю, в смысле, стопудово, да, подписываю заявление, что я вам обещал 20%. Ну и если я после этого не дам эти 20%, я уж совсем сволочь. А если все верят, что я не совсем сволочь, то человеку невыгодно менять на мне, да, на мне, потому что тогда всем по нуля будет. А так уступает, значит, этому человеку, который вот уперся и сказал, я говорю мне и все тут. Ну и надеяться на эти 20%. Вот, ну вообще очень клево, мне понравилось, я посмотрел два, две концовки этого шоу. Это, конечно, крутяк, да, поздравляю автора канала, очень классно, обратите на это внимание, теоретика игрового шоу Шестуна.